Молитесь, Игнать Тихо. Боже, будь милости в камне грешном. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй ее. Достойно есть якова истину, блажите Тебе, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, счастнейшую, журвима, славнейшую истину, Серафим, Безысление Бога, Слово Рожешую, сущую, Богородицу Тебе, величай ему. Слава от Свои Сыну и Святому Духу. И ныне пресно, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Господи, благослови. Господи, благослови. Господи, благослови. И источник благ, и подателю жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святые Божии, Святые крепкие, Святые бессмертные, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да приелицарствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Восстав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благе. И ангельскую песнь возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уставы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и вовеки, веков, аминь. Внезапно придет судья, и деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и вовеки, веков, аминь. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогнился на меня, ленивого и грешного, и не прекратила жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое, и ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и вовеки веков, аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 143 Благословен Господь, твердыня моя, Научающая руки моей битве и персты моей брани. Милость моя и ограждение мое, Прибежище мое, избавитель мой, щит мой, И я на него уповаю. Он подчиняет мне народ с мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, Дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, Коснись гор и воздымятся. Блесни молнией и рассей их, Пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою, Избавь меня и спаси меня от вод многих, От руки сынов иноплеменных, Которых уста говорят суетное, И которые деснится, деснится лжи. Боже, новую песню воспою тебе, На десятиструнной псалтыре воспою тебе, Дарующему спасение царям, И избавляющему Давида, Раба твоего от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, Которых уста говорят суетное, И которых деснится, деснится лжи. Да будут сыновья наши, Как разросшиеся растения в их молодости, Дочери наши, Как искусные из военные столпы в чертогах. Да будут жительцы наши полны, Обильны всяким хлебом, Да плодятся овцы наши тысячами И тьмами на пажетях наших. Да будут волы наши тучны, Да не будет ни расхищения, Ни пропажа, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Буду превозносить тебя, Боже мой, царю мой, И благословлять имя твое вовеки и веки. Всякий день буду благословлять тебя И восхвалять имя твое вовеки и веки. Великий Господь и достохвален, И величие Его неисследимо. Роду-роду будут восхвалять дела Твои И возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе, Велище Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, И я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей И воспевать правду Твою. Щедрый, милостив Господь, Долготерпеливый, многомилостив. Благ Господь ко всем, И щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, И да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего, И да повествуют о могуществе Твоем, Чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем, И о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков, И владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих, И восставляет всех неизверженных. Ощи всех уповают на Тебя, И Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою, И насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих, И благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, Ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, Воплих слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, А всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, И да благословляет всякое плоть, Святое имя Его во веки и веки. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, Ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. И избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Дай мне, не дай мне уснуть в греховной смерти. Но ржайся надо мною, добровольно распявшийся, скоро подними меня, обеспеченно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный и безгреховный день Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всём, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, и вели в Царство Твое вечное. Ибо Ты, мой Творец и источник, и податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти, и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Божия сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесные живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясноведующие тайны человеческие, безначальный и вечный свет, и неизменный, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и дары нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придет со славой воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовы войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанны голоса торжествующих и невыразимая радость видящих, несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешной, и не отступи от меня за невоздержимость мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе по обладаниям этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе своем, и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение и всескверные лукавые хульные помышления от несчастного моего сердца, от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищи слаб. Не избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословена от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан. Подай им Твои земные небесные блага, и не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи силой Твою дар им здравия и спасения души. Ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все их грехи, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, прадцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренеборочную, Матерь Бога Нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Словом, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных, богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истинный и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия душевно и телесно, успех в трудах, избавших от хитрых кознях дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Прочистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе с праведными всегда благодарили Тебя, с единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господь Божий наш, возри на детей наших. Испошли на них Духа Премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые им предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним, во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости и Тебе славу возносим всегда, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Молитесь. Спасибо, Господи, Павел Отца, Бога, Бога, родители, родников, благодетели, митрополита Илариона, епископа Евтихии, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергий, Сергий Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Андрея, Максима, Владимира, не дай Глебу погибнуть и отчаяться, диакон Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, и весь священнический и иноческий чин. И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И дай еще священника нам, если угодно тебе, Господи. Смири власти и воинств твоих под крепкую руку твою, наведи страх твой на них. Дабы знали они, что над ними ты есть царь, царей и Господь господствующих. И через них сотвори благое от церкви твоей, дабы издавали мудрые законы, дали достойно прожить людям, дабы было из чего уделять нуждающимся. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. Не дай им погибнуть, Господи, сохрани их от покушения на них. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И благослови детей Сирии, сохрани их, Господи, помилуй, помоги. Слава тебе, Боже, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас от всякого рода зла и греха. Да будет этот день, днем благословления, прославления твоего имени и дел твоих дивных. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Сохрани нас здесь, селение наше от пожара, от воров, нечистой силы, живущих там. Андрея, Игоря, Игоря, Серафимы, Владимира, обрати. Благодаря себе, Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа. И найди новые души. Знающих тебя, любящих уставы твои с детьми. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину. И расширство дело в общем. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Наталью, Анастасию, Евгению, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Александру, 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 Сергею, 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 Рахиль, Езду, Екатерину, Екатерину, Галину, И всех, с кем познакомились, Кому возвестили Слово Истины Твоей. Аллилуйя. Возри на врагов, И разруши их замысл против нас. И не дай им погибнуть в ожесточении лжи. И в судный день не помяни их безумиею. Александра, Александра Евгения, Сергея, Виктора, Посети благодетели наших, воздаем добром. Благослови Елену, Людмилу, Нианилу, Татьяну, Евгения, Наталью, Надежду, Юрию и Светлану. Найди все наше родство и обрати, укрепи. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марту, Нину, Ольгу, Елену, Марию и Татьяну. И Романа избавь от духа ложи. Не дай ему погибнуть. Благослови путешествующих, Раиса, Льва, Виктор и Виталия. Никиту, благослови дару всем духовное рождение свыше. Любовь к тебе, Господи. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. Посети болящих. Дай силу перенести страдания. Валерия, Илариона, Кирилла, Владимира, Надежда, Татьяна, Татьяна, Татьяна. Валентину, 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 Марию, Александру. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо все свое время по твоему благоволению может оказаться полезным. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, сохрани наши сокровища в интернете. И книги здесь, и в пути. И трудящиеся благослови Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора. Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, всех помогающих нам. Дмитрия. Вячеслава. Ты их знаешь, Господи. Всем даруй мир твой в сердце их. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греша. Воздай добром всем помогавшим нам в путешествии. Благослови Павлу, Зинаиду, Владимиру, Надежду, Людмилу, Дмитрию. Ты и знаешь все, Господи Николая, благослови Виктора. Слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на соборы церковные, как на истину. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Воздай вечности добром тем, кто трудился до моей души, Марии, Степана, Александра, Михаила и Анны. Пресвятая Госпожа Богородица, пресно Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешем. Благодарю Тебя, мой Ангел, за эту ночь. Столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Это только в дни вечности откроется все. Прошу Тебя, мой Ангел, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам. И веди на веки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Иоанн Христитель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола Мерликийский, чудотворец, образ крутости, воздержания, добрый архипастор, моли Бога о нас. Укрепи народ Твой, Господи, не страшиться ни старений начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Молите Бога на святые пороки Божии. Илья, Елисей, Инох, Моисея, Самуила, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наумы, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иосия, Иаиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрехи, Пророк, Михея, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнен Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода то наше отшествие не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными Илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божьи предстоящие, святые апостолы, и Петры, и Павел, и Евангелисты, Матфея, Марка, Лука, и Иоанн. Да исполнен Господь духом пророческим церковь свою. Будь милостю к нам, Владыка. Благослови и очисти, омой и убели в крови Твоей причисто. Благослови Алексея, с которым принадлежит встреча, разум ее приготовь. У нас помилуй и вложи добрые слова. И Слово Твоего. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Политарм, Смерский Усин, Философ, Косьмая, Дамьян, Андрей, Стратилат, Иерон, Мужчина. Климент Римский Климент, Анкирский, Анфимник, Эмидийский. Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников. Царь Николаев, Ситуец, Альсарское семейство. Владимир, Венеминь, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой. Дабы никто не прием на чертания зверя. Анфима, Венюна, дай веру старшие родители за такое воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ефрем, Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серапим, Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Троштатский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Пиларет. Все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, о замысле ретиков, разрушив, нечто превратив. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Феополь, Первомучленец, Апатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Стофея, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила, Акила, Андродик и Юйник и Катрияна Устина. Молите Бога о нас. Додарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость. Сохрани, хоть чаще, что поругание, и нас помилуй, милости Твоей ради. Аллилуйя. И справки покорилась Галина, семейство Евгения, Надежда, Надежда, Светлана, Мария, Раиса, Людмила и Анна. И прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечер, и благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебя на небе и на земле. Боже, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушайте, да слышит Рад Твоей. Аминь. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, серебролюбия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и женя, служать и брата моего, яка благословен и сила веки веку. Аминь. Боже, очисти меня грешеный и помилуй меня. Господи, слава Тебе. Будь милостив ко мне грешеным. Спаси и помилуй, Господи. Жалься над созданием Твоим. Тебя благодарю за все Твои милости, которые я взросла. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Дивны дела Твои. Душа моя вполне сознает это. Хвала Тебя, наш Иисус. Слава Тебе, милосердный Создатель. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, стребролюбия, не дажим мне. Душа целомудрее, смиренно мудрее, терпение и любви даруй мне работу Твоему. И Господи, Цари, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яка благословен и сила веки веку. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну и что там по порядку? Давай, Сергей, продолжай. Доброе утро. Доброе утро. Может ли епископ или патриарх, или даже сенот заставить священника поступать вопреки правилам святых соборов? Никогда и никому сие не позволяется. Шестой Вселенский Собор, второе правило, седьмой Вселенский Собор, первое правило. Православные члены Клира свободны от подчинения отступившим от православия епископам. Если же, которые епархиальные епископы не присутствовали на Святом Соборе, или в отступлении приняли, или покусятся принять участие, или подписав извержение, а не история, перешли к отступническому сомнищу, таковым по изволению Святого Собора совершенно быть чуждым священства и изверженным во своей степени. Третий Вселенский Собор, второе правило. Слечи, двукратный Собор, правило пятнадцатое, что значит отступивший от православия, поступающий вопреки священного писания, священного предания, вопреки соборным правилам святых отцов. Святые отцы под страхом отлучения запретили толковать Библию по своему разумению вопреки учению православной церкви. Ох, ох, ох. Нажал нечаянно не на эту кнопку. Для того, чтобы человек мог сказать, что он крещён, необходимо, что у него была вера во Христа, как в искупителя своего и спасителя и трёхкратного погружения. Так, это мы читали. Прошу прощения тут у меня. Прошу прощения. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть дверь Божьей благодати. Если не крестимся, даже кровь Сына Божия не спасает нас. Если же крестимся, получаем оставление грехов, становимся призванными ко всему закону христианскому, в особенности к благоговейному причащению тела и крови Христова, Христовая под видом хлеба и вина. Свидетель Дмитрий Ростовский Во-первых, это таинство уничтожает все грехи. В младенцах первородный, во взрослых и первородный, и произвольный. Во-вторых, воссозидает человека и возвращает ему ту праведность, которую он имел в состоянии невинности и безгрешности. Православное исповедание. Если кто и добр по делам, но не получил запечатление водою, не войдет в Царство Небесное. Свидетель Кирилл Иерусалимский Никто не входит в Царство Небесное, иначе как только через таинство крещения. Святитель Авросий Медиаланский Да, читал. Погружение Заповедь Христа Научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Матфея 28.19 Слово крестя по-гречески «баптисантес», что означает «погружая». Всюду, где стоит слово «крестить» в греческом оригинале, стоит слово «погружать». Ты тоже читал, наверное, да? Конечно, я читал тоже. Да, это тоже читали. О соборах здесь же говорилось. О соборах. Прошу прощения, тут у меня неполадки. Я читал, ты, я читал, я читал. Продолжение следует... 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 Описан случай, на который так любят ссылаться мочители лбов, что, дескать, достаточно и одной капли воды, и даже слюны, и даже песком можно присыпать, и будет это все равно подлинным крещением. Ни в житиях, ни в правилах нет такого утверждения. И вот как выглядит в действительности этот случай с присыпкой песком. Идя по пустыне, монахи обратили к вере молодого еврея, который потом тяжело заболел. Братья в кавычках крестили его песком, а когда пришли к епископу Дионисию, этот велел крестить в кавычках крещеного песком еврея в воде, ни во что признав то в кавычках крещения песком. Если человек не имеет достоверных доказательств, что он был в детстве крещен, то должен, не сомневаясь, принять крещение, хотя бы оно могло оказаться вторым при недоказанности детского крещения. Шестой Вселенский собор, правило восемьдесят четвертое. Цитата. Последуя каноническим постановлениям отцов, определяем и о младенцах. Каждый раз, когда не обретаются достойные свидетели, несомненно утверждающие, что крещены суть, и когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, должно без всякого недоумения крестить их, да таковое недоразумение не лишит их очищения толькою святынею. Здесь же в Духовном Дуге, на странице 195, глава 198, описывается случай. Цитата. Афанасия Великого спросили, можно ли считать крещенными тех, кто, не веруя на самом деле и лишь притворяясь верующим, и спросил себе крещение по каким-то посторонним обстоятельствам. Как нынче, почти в девяносто девяти случаев из ста, крещение совершается по ложным причинам. Послушайте, отвечал Афанасий Великий, что говорят старцы. Когда была сильная смертность, многие без околичностей принимали святое крещение из страха смерти. Блаженному мученику Петру явился некто в виде ангела и сказал, да коли вы будете посылать сюда запечатанные мешки, но совершенно пустые, без всякого содержания внутри. А ныне же эти мешки и не запечатанные, так как всюду идет не истинное крещение, а мочение макушки головы, потому что в мешки и наполнены дерзостью, самостью, неверием, ложью, невоздержанностью и всеми плотскими делами. Для тех, чья жизнь после принятия таинства остается такой же, как и до принятия таинства, чья душа не свергла с себя страстных нечистот, говорит Григорий Нижский, брат Василия Великого, «Врождаемым немало не оказалось дара Святого Духа, ибо Христос, соединивший Собою с Богом человека, соединяет только то, что достойно соединиться с Богом. И для таковых даже полное погружение в воде ничего не дает». Цитата. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Римляна 8.9. «Был сухой грешник, теперь стал мокрый грешник». Дьякон Филипп сошел в воду с Евнухом. Деяние 8.38. Вот выдержки из православного вестника, окруженного послания Никифора, архиепископа, славянского и херсонского 1754 года. Церковь православная везде и всегда крестила и крестит только через погружение. А что и во всей Малороссии и Украине прежде таким же образом крестили младенцев, в том нет никакого сомнения. Святой Владимир и царствуя в Киеве принял веру и все обряды церковные у греков заимствовал, которые прежде и теперь крещают через погружение. Странным кажется после этого, что те, которые имели учителей греков и которых крестили греки, крещаются теперь не через погружение. Впрочем, думаем не без основания, что крестить посредством обливания стали первоначально в Киеве, а потом и по всей Малороссии. Такое отступление произошло с того времени, когда униаты завладели киевской митрополией. В римской церкви до 12 века крестили посредством погружения, а потом начали крестить не только через обливания, но и через закрепления. Из всего следует, что из всех православных, а одни только малороссы, украинцы, отменив погружение, крещают посредством обливания. А это самое подало случай раскольникам обличать нас в том, что мы, пренебрегши преданиям святых апостолов, которые без перемены содержатся во всей православной церкви, последовали обычаю папистов, католиков, которые в числе различных неправильных отменений дерзнули переменить святое крещение. Божественный апостол Павел весьма похваляет Коринфян за сохранение предания сими словами. «Хвалю же вас, братья, что все мое помните, как я передал вам, и держите предание». 1 Коринфянам 11, 12, 2 Фессалоникийцам 2, 15. «Способ крещения посредством троекратного погружения есть предание апостольское, которое твердо и беспрекословно сохраняет вся православная церковь от времен апостолов даже до сего дня. А какая опасность угрожает, если что-либо из преданного во святом крещении будет опущено? Об этом довольно ясно говорит святитель Василий. Цитата. «Беда бывает, когда кто-либо умрет без крещения, или когда будет что-либо опущено из преданного при совершении крещения». «Для чего же мы делаем упущение в столь важном деле? Почему и мы не сохраняем сего святого и апостольского предания крещения через погружение? Да не уклонится сердце мое к извинению дел греховных». Псалом 144, 4 стих. «Повинующимся и охотно имеющим исполнить это наше повеление обещаем Божие благословение, вечную славу и наше пастырское благословение». «Православный вестник, 1989 год, июнь-июль, номер 25-26, страница 12-я». Из речей патриарха Алексия II Редигера. Цитата. Сейчас крестится много взрослых, и им необходимо создать все условия, чтобы это таинство совершалось в соответствии с апостольскими правилами через полное погружение. Прошло полтора года с того момента, как я обращался к духовенству, но, к сожалению, положение не изменяется к лучшему. Придется, видимо, в дальнейшем разрешать крещение взрослых только в тех церквах, в которых имеются баптистерии, чтобы не вызвать нарекания среди верующих, которые считают это строго необходимым. Также многие, 98% священнослужителей, словно и не слышали нашего предупреждения. Прежде должна быть катехизация, что она должна совершаться благоговейно и неспешно. Но поступающие жалобы свидетельствуют о том, что крещение совершается небрежно, поспешно, сокращаются часто, причем в сакраментальной его части. Все чаще стали слышаться нарекания по поводу вымогательств, то есть назначения цен за совершение требований. Такой священник позор для храма. Священник требует особой платы даже за крещение, венчание, отпевание. Это уже настоящая симония, и таким священникам мы вынуждены будем принимать меры канонического порядка. Больше всего поступают жалоб и прошений о приведении в каноническое соответствие совершения православных таинств и треб. В первую очередь, это крещение, совершаемое порой обливанием одной только головы, окрещаемого вместо полного погружения. В некоторых храмах сооружены баптистерии для крещения детей и взрослых, но ряд храмов с этим не торопится. Считаю, что не следует в таких храмах крестить взрослых, а для катехизации направить их в тот храм, где есть баптистерий. Священнослужитель во всем должен быть примером для своей пасты. Я уверен, что пришел в церковь не ради прибытка, а ради служения Богу останется. Многих же мы потеряли, как уже теряем и сейчас. Официальная хроника Московской Патриархии, номер 2, 1993 год, страница 18, номер 1 по 3, 1994 год, страница 34 по 38, из речи на Московском епархиальном собрании. Все эти и подобные высказывания патриарха о крещении, совершенно верные по содержанию, есть по сути не что иное, как некая реабилитация самого себя в глазах народа. Он как бы говорит, смотрите, я же учу, я и обличаю беззаконников, а они ничего не хотят делать. Но патриарх огромная власть, он мог бы в течение всего лишь одного месяца навести порядок в уверенных ему делах. Если он патриарх, сам обливанец, как и многие почти все архиереи и священники, выходцы из Белоруссии и Украины, то ничто не препятствует им всем сегодня же найти опытного духовного священника, правильно, с троекратным погружением крещеного, и упросить его, чтобы он крестил всех обливанцев, начиная с патриарха, всех архиереев и священников, совершилось бы настоящее крещение Руси, образовались бы общины, живые братства, отделение от мира и возрождение духовной могучей России. И немедленно необходимо принести всенародное покаяние перед Богом и перед народом за столько лет творимое беззаконие, за жуткий обман доверившихся им слепотствующих прикажан, за проклятое Богом небрежение в преподании и крещении. И сдать указы, чтобы безумие с обманом, мочение голов вместо троекратного погружения прекратить, а священников, не подчиняющихся указу, извергать из сана, пусть идут работать на стройке народного хозяйства. Блаженный Ферфилакт на послание Колоссянам 2 главу 12 стих говорит так. Итак, крещеный спогребается Христу троекратным погружением, изображая трехдневное погребение Господа и умирая как ветхий и греховный человек. Из решения Барнаульского ипорхиального совета под председательством епископа Алтайского Антония Массендича от 2 февраля 1996 года постановили начать крестить полным погружением во всех храмах города Барнаула. Почему же так и не крестят, а по-прежнему лишь мокрой ладонью гладят голову за большие деньги? Потому что провозгласили, это наше мочение голов равно спасительно, как и погружение. А если это так, тогда для чего учить погружать? И делают по-прежнему вскачь как прежде, как проще, доходнее, на погибель. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Ни патриарха, ни архиерея попы не слушаются, а самовластно обманывают народ лжекрещением. Цитата. Священники оскверняют святыню, попирают закон. Беззаконник не знает стыда. Они прилежно старались портить все свои действия. Сафония 3 глава 4 седьмой стих. Поэтому всех моченых необходимо крестить с полным погружением, как совершенно не крещенных. Покаяние и крещение – основание и начало христианства. Но когда разрушено основание, что сделает праведник? Псалом 10-й, третий стих. Что же еще глаголят батюшки, когда увидят, что нечего возразить на эти точные доказательства? Цитата. Так одной капли достаточно для благодати, и когда вот даже так человек в кавычках крещен, потом благодать его довершит, человек будет ходить, будет веровать. У нас же экстремальные условия были 70 лет. Пересохли реки, озера, водопровод. Алтай превратился в Сахару или Каракума? Нет. Вера от слышания слова Божия, а не откапливаны. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. И проклят, кто удерживает меч его от крови. Иеремия 48, 10. Убойтесь Бога, суд его не замедлит. Десятый член символа веры гласит. Исповедую едино крещение во оставлении грехов. Это значит, что крещение, как духовное рождение, если оно совершено правильно, через троекратное погружение во имя Отца и Сына и Святого Духа, не может быть повторяемо. Поэтому церковь принимает еретиков, вступающих в ее лона, без повторения крещения, только через миропомазание. Если они крещены, как заповедано, Евангелем и Древней Церковью. Православные люди обновляют в себе таинство крещения покаянием, исповедью и причащением святых тайн тела и крови Христовых. Восприемники новокрещенного, взрослого или ребенка, являются его духовными родителями. У мужеского пола мужчина, у женского женщина, но иногда воспринимают мужчина и женщина. На них возлагается забота о духовном развитии воспринятого ими сына или дочери, молиться за нее советом и делом, помогать ему или ей в трудные моменты жизни. Одним словом, быть восприемником – это не только почетное, но и ответственное дело. При крещении восприемники нарекаются «крестный отец, крестная мать». Крестные родители должны быть православными, благочестивыми и церковными людьми, чтобы могли правильно влиять на своего восприемника, восприемницу. Обычно кто-то из крестных родителей приобретает нательный крестик для новокрещенного. А сегодня крестные, совершенно неверующие, случайные, которых тут же, в кавычках, приобщают, смочив мокрой ладонью головы и скупели. И все это есть лютое богохульство, и в конечном счете это приведет всех к принятию антихриста. Имя дается по связствам, календарю из тех имен, какие есть на этот или на ближайший день. Если при крещении переменяется имя, то желательно на сходное. Если к крещению приступает взрослый или уже имеющий имя, и такого имени нет в святцев православных, замена имени в крещении может быть и на любое имя православных святых. Этот святое является небесным покровителем крещаемого. День памяти святого называется Днем Ангела. Человеку следует знать житие своего небесного покровителя, а также надо стараться причаститься в ближайший день ко дню своего ангела или в этот день. Использованы материалы из брошюр отца Александра Миллианта, ныне епископа Аргентинского. Все на сегодня. Да. Ну, там, Евгения, объявление, которое можно не давать. Не давать, потому что это ушло, уже там занятий нет в университете. Какие вопросы? Матросов нет в университете. В общей сложности приводится здесь свидетельство 136 человек, соборов, мест. А вот вообразим себе, что мы бы так крестили, а они бы признавали истинное крещение. Они бы нас за один день сглотнули и даже не подавились. Все на этой стороне, что надо крестить, нету. А почему? Страха Божия никакого нету. Ответ один. И даже молиться за то, чтобы Бог их просил, и то опасно. Написано, проклят, кто меч Господень удержит от крови. Ни о ком так не говорится, как кто дело Господне делает небрежно. Это не о Жухове, не о Гебельсе. А говорится о тех, кто дело Господне делает небрежно. Иеремия 48, 10. А крещение это дело Господне? Это не храм построить. А что делать? Работать, крестить отдельно. Те годы у нас общины не было. Мы людей подготавливали. Такого священника находили. Здесь же, прям в Барнауле. И ехали там приток Аби. Так, рукав. Там вода не течет, а затекает и стоит. И там крестили. Священник крестил его и все. Ну не сидеть так. А вот пусть кто-то сделает. Но ты иначе не делать. Если не ты, то кто? Я гляжу, вот сколько молимся утром. И никого лишний не прибываляется. Почему? Какие причины? Наши бездействия. Ну если бы каждый-то работал и звал. И говорил, рассказывал. Ну хоть один-два. Почему по соглашению молитва собрала тысячи человек? Не потому, что там деньги фигурировали. Потому что люди поверили, что в таком случае молитва услышана. Лучше. У нас молитва по согласию. Мы согласились здесь быть, вместе молиться. Или даже занятия идут. Даже лимит какой есть, полный 24, там кажется, человека, не набирается. Задача не стоит такая. Вот так называемые свидетели Иеговы у них определенно. За месяц каждый должен сделать столько-то посещений. Там 30 человек. А если руководитель, то 60. Они идут от двери к двери. Приглашают заниматься, изучать священное писание. Даже Дворкин признает, это самая быстро растущая секта. А у нас какой он может быть рост? И какой вымираемый, все. Если бы стояла задача привезти 5 человек к каждому. Вот представьте, у нас здесь 10, уже 50 было бы. Вот поставили задачу каждой мусульманской женщины, чтобы она подарила Аллаху 5 сыновей, не считая дочерей. Это ее призвание такое? Ни в каком инкубаторе, никакие суррогатные мамы не вырастят столько детей. И вот здесь общат, рулетки с ними встречаются и ничего не знают. Он, я мусульманин. Аллах. Дальше показываю книгу Коран. Ни один не может прочитать. Ни один. На 150 мусульман ни один не может прочитать. Там два слова написаны по-арабски. Они такие же, я говорю, как православные, на церковно-славянском. Ничего не знают. Совершенно. Но они твердо стоят на своем. Его не поколебришь. Они знают друг за друга. Нужно заступаться и прочее. И в армии, и везде. Вся вера окончилась. И что последний пророк. Иисус сказал, что придет за мной пророк. Его слушайте. Нигде этого нету, ничего. Ну, им написали так. И он в это верит. Ленивые до ужаса. Евангелие ни разу ни один не считал. И Коран ни разу не считал. Почему? Потому что все плотское. Четыре жены. Четыре жены. Даже при умерших женах четвертого брака уже нету. А если случилось так, две жены погибли. Там бывают такие, что опять женился, опять она погибла где-то в аварии. Четвертый раз уже венчать в церкви не будут. А у них это одновременно четыре. Писали про какого-то там мали или где-то малиец какой-то. Двуссотый брак. И ни разу закон не нарушил. Как только понравилась женщина, приводит ее и сразу соседу кричит, развожусь. И Айша пошла за двор. У него опять четыре. У нас и этого не знают. Вот патриарх сказал, 98% не слушается. Умер патриарх Алексей Второй. Дальше он говорит, каких бандитов на принимали в церковь? Бандитами называет их попов. Бандитами епископов. Ушел. А над ними главное кто? Большие бандиты, над ними главное это пахан. Какой он? Кто? Вот есть фотография такая, крестит. Патриарх Кирилл держит ребенка, одетого, ну лет, наверное, четыре. Рядом стоят непонятно кто, митрополит или священники, улыбаются там, женщина. И держит человека, он голову мочит. Ноги торчат над купелью, над купелью. Вообще не погружается ничего. Это специально сделали фотографию. Это пренебрежение канонами, правилами. А католичивание полное идет, полным ходом. И все это идет через Украину и Белоруссию. А недавно там на Вунию. Вот так. У нас и ничего нет. Давайте прощаться. Геннадий Тихонович, у вас там один мусульман попался, он смог два слова прочитать. Перевод на русский сказал. Прочитал два слова на Коране с обратной стороны. Он не знает. Он так смотрел, смотрел и думает, что же там написано. Я вот был, у мулыны читали. Они арабский язык разговаривают по-арабски, могут писать. Это знает. А этот подумал, что там с другой стороны. Ну, угадал или нет? Ну, вот так. Ну, я и сказал, как православные. Такие же, ничего не знают. Спасибо, Реша. Мы все тогда, расходимся мирно. С Богом. С Богом.